вот мы пришли на владимирский рынок нашли помидоры за 1200 спасибо что-то не так в украине на кроме повышения цен на электроэнергию мы будем оплачивать все жизнь короче сейчас не хотим вас пугать вообще сейчас будет 350 ракет ну вот этим летом не советуют ехать в украину боже как они пахнут как пахнут эти цветочки здравствуйте друзья я наталья дуброва привет а я татьяна комарова ребята сегодня мы расскажем про жизнь в киеве жизнь в украине и про то как мы будем жить дальше в той ситуации которая у нас сложилась и попробуем сделать такое небольшое разоблачение правду или неправду вот в телеграм каналах показывают какие-то вот новости показывают новости снимают видео вот частности вчера я наткнулась на видео на владимирском рынке человек покупает сало сало стоит 800 гривен в это я еще могу поверить и помидоры по 1200 гривен ну честно говоря я покупаю помидоры сало не покупаю давно а помидоры покупаю за другие деньги да и все покупают мне кажется что такого не может быть вот мы хотим поехать на рынок и просто понять такое может быть или такого не может быть и попробуем разобраться почему иногда телеграм-каналы вот подогревают ситуацию накручивает немножечко даже иногда разгоняют панику не иногда а достаточно сейчас когда-то да да какая им от этого выгода зачем это все делается что почем скажите 800 за кило а что по 1200 я тут помидор а ну покажи для помидоры по 1200 говорим по поводу перспектив что у нас будет как мы живем сейчас по поводу повышения цен на электроэнергию и вообще как мы будем дальше выживать как мы будем жить по поводу электроэнергии вот три дня уже не понедельник вторник три года три дня в киеве отключение света нет ну вот такая вот штука дело в том что потому что говорят наши специалисты у нас сейчас украина вырабатывает всего самостоятельно 5 процентов 5 процентов необходимой нам электроэнергии из-за того что российская федерация у нас разбомбила у нас абсолютно все т.д. абсолютно все имеют те или иные повреждения некоторые восстановлению не подлежат у нас повреждены 2 г.с. одна дим прогресс 1 щупка это я не помню ну в общем короче у нас импортируется электроэнергия сейчас из европы к счастью мы там присоединились к этой общей европейской системы до начала полномасштабной войны ну и к счастью сейчас еще все таки вот приближается лето хорошая погода много солнца несет солнечных батарей вот я слышала там вот она берется вот эта энергия ноут как мы как мы будем жить осенью тоже большой вопрос ну во первых с первого я читала о том что с первого июня возрастут цены на электроэнергию они возрастут на 80 процентов из-за возрасту цены ты же понимаешь на соответственно возрасту цены абсолютно на все на продукты на бензин на 1 ну абсолютно на все кроме того вот когда у нас происходит отключение света это же генераторы это солярка то есть это стоимость этой солярки будет тоже заложено продуктах в услугам солярка бензину топлива короче и будет заложено это все в товарах и услугах которые мы покупаем там приобретаем естественно кроме повышение цен на электроэнергию мы будем оплачивать все вот это жизнь короче все жизненные потребности должны подорожать естественно да и кроме того это мы с работой просто идем мы станем работаем театре кто не знает ребята подписывайтесь на наш канал ставьте лайки да 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 сейчас идем смотреть цены вот по ходу вам вот это вот все рассказываем и кроме того я такое прочитала что вот такие вот отключение света такие блок аут это будет года два минимум это два года если нам ну вот бомбят же все время продолжается если вам дальше ничего не разберутся вообще не фон не фон это я к тому что все равно же бомбят дальше это все это мы сейчас исходим из того что вот нам разбомбили больше ничего бомбить не будут ну будут же а сейчас мы вам хотим показать ну вот пока не доезжая до владимирского рынка тут вот рядом с метро левой бережной просто обычная овощная палаточка такая вот да вот почему здесь ну салат не будут овощи я вчера здесь покупала помидоры сейчас выясним почем здесь все кабачки 30 гривен цветная капуста 49 помидора 49 ну 50 гривен помидоры 50 гривен помидоры не очень победу они они турецкие ну они будешь они такие не порчены слегка смотри не все не все такие немножко да вот такие вот уже более-менее приличные уже по 80 эти по 90 ну и лежат но не по 800 не по 1200 по 1200 речь шла перец 80 гривен смотри грибы по 30 гривен за грибы и за кабачки тут очень хорошие цены купить на обратном пути смотри картошка молодая 80 80 70 лук 40 40 гривен покажем давай клубнику черешни у меня что-то же просили показать клубнику черешни по 8 ну вообще если можно и дешевле огурцы тут дорогие все клубника по 80 не как по 80 но это поможем что там по 100 ну вот это средняя цена клубнику вот чуть побольше она чуть подороже 100 гривен черешня 200 гривен абрикосы 140 140 гривен а вот мелкая черешня по 70 лула не знаю зачем покупать но она сладкая может быть ну такая но такие цены в принципе капуста 20 гривен до капуста молодая подешеве до дорог 190 персик по 100 персики по 100 да а кстати вот эти вот маленькие персики они сладкие рамки хорошие еще не покупала я думаю что они украинские с они украинские они кайфовые вуды диска по пейси и диска победить это тоже хорошая цена нормально тем более она уже отходит это не заходя на рынок это просто обычная такая овощная палатка на рынке примерно такие же цены ну смотря на каком на на генерском на бессарабке будет подороже но вот сейчас мы вот и заедем я сразу вчера чтобы здесь купить помидоры по 80 гривен я стояла минут семь в очереди да здесь люди покупают когда идут с работы ну поехали с вами на владимирский рынок разберемся что там я не очень доверяю вот этим вот новостям знаешь ценам с рынка по поводу тревоги уже не раз замечала такое вот когда идет обстрел вдруг появляется накручивание такое ну то есть грубо говоря там вылетела 5 самолетов вдруг кто-то начинает писать типа еще 3 до это и пишите по 12 самолетов но то цели людей как-то привлечь побольше а то же а то же потом появляется сообщение сразу после этого поста с рекламой какого-то канала то есть человек видит уведомление цифрой которая его шокирует 11 самолетов сразу да он открывает это сообщение и тут же натыкается на рекламу за которую заплатили деньги вот зачем это делают поэтому у меня легкое подозрение что вот с ценами может быть то же самое знаешь когда ты видишь такие шокирующие цифры обычного обывателя мне кажется даже для очень обеспеченного человека это цифра шокирующая ну да ну просто ты кликнешь и ты откроешь понимаешь а если ты кликнешь и откроешь то ты потом увидишь рекламу за которую заплатили деньги вот так вот работает у нас telegram поэтому мы не 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 поверили решили проверить и решили проверить тем более что вот это вот видео которое я там наткнулась в телеграм-канале киев сегодня я помидора 1200 не увидела их же там нет как мне не показали то не показала просто сало до показали салавею а вот помидор салла еще не кажется ненормальная цена часто шоу нас тревоги нет потому что в тревогу у нас это наземная станция не работает да слава богу нет наша любимая рубрика минутка бреда вспомнила как называется сейчас мы ехали здание я рассказала один удивительный комментариев с реки детки так вот минутка бреда таня сейчас только что читала комментарии человек пишет что он живет до сих пор в ссср он для начала он написал типа прошу авторов аккуратнее быть выражением потому что вас смотрят многие зрители из ссср тоже написала ссср нет 91 года умер ссср вот на что он не ответил значит что ссср жить на живее украины что он и сейчас паспорт ссср гражданин ссср действителен ну и вот такой мне кажется это просто один замер первое место вот если брать вот порядок бреда один из рекордсменов не помнишь мы уже обсуждали у нас уже было в минутке бреда когда тоже писала зрительница что у нее паспорт ссср и что она помнишь я советовала поехать в чехословакию типа что он действительно в югославию до что он действительно паспорт гражданина ссср это же если бы такой был случай один при этом вот я иногда поражаюсь больше всего конечно в этом смысле поражают комментарии из российской федерации ясное дело даже недавно я прочитала что украина никогда не входила в ссср это я тоже прочитала граждан российской федерации ребята разберитесь может если они очень молодые не может просто некрамотные вот но наверное ну судя по это пишут все-таки уже люди в возрасте я я не знаю честно говоря у нас есть на канале статистика мы видим откуда нас смотрят и мы видим возраст людей но возраст именно вот этого вот человека ну ты не можешь определить ну поехали дальше желтенький даряденький вагончик если сказать все таки комментарии знаешь вот это вот все весь этот трэш который пишет наверно действует потому что после вот этого вот комментария покажите фекалии у вас и метро затоплено подсознательных желание показать метро все равно ну вот как то все равно она знаешь откладывает на мне так очень часто показываем метро часто что у людей в голове действительно фекалии надо посмотрите в центре города здесь помидоры дешевле но это такая тоже обычная раскладка до 45 гривен огурцы а черрики смотри по 65 и вполне кстати 50 какие может они не идеальны на конце нормальный на салате вот кабачки подороже кабачки подороже сильно сильно причем этого раза капуста тоже здесь просто что у нас обратила наше внимание вот посмотрите какая клубника она большая вот она стоит 100 гривен и она очень большая очень красивая 100 гривен это мы находимся палац украина метро палац украина сюда тоже был прилет кстати все отреставрировали достаточно быстро ну это еще в прошлый новый год до прошлый новый год генераторы стоят у людей когда съемка идет видишь стоит этот сушит на генератор это этого кафе вот мы пришли на владимирский рынок я здесь ну не было лет 15 если честно я честно говоря вообще тут никогда не просто недалеко от меня находится я помню я еще в детстве ходила сюда с папой покойным ребенком сюда ходила вкусно пахнет специями разрешат ли нам здесь снимать потому что бывает такое что и нет ну вот мы с продавца не снимаем потому что мы без согласия людей не снимаем ну вот эти вот помидоры смотрите розовые отличные помидоры вот прям супер это время класс я считаю они стоят 250 гривен а тебе лайки почему по 200 по 200 вот это очень хорошие помидоры не маленькая мой помидор этого стоит а почему у вас клубника 150 150 200 клубника ну понятно что владимирский рынок чуть чуть дороже потому что аренда да все понятно да ну кажется и тут едва пошли от на шампе помидор просала расскажем потом когда из рынка выйдем и тут кое-что очень интересное очень интересное рассказали что мы предполагали только очень сильно усугубили вот это вот все дело поддерживаем интригу ребята подписывайтесь ставьте лайки ставьте лайки потому что это очень интересная информация видео у нас выходит понедельник и четверг мы будем читать вот это вот разоблачение я думаю у нас состоится сегодня сейчас мы идем искать узбекские где-то есть узбекские помидоры по 1200 сумасшедшим ценам интересно просто где мы сейчас пойдем и посмотрим вот это вот красота знаешь я очень люблю вот это вот иначе кстати наши помидоры 150 250 не если по 300 гривен они реально очень классные понятно что цены тут повыше так что прямо вот так вот в разы то нет говорят что есть помидоры за 1200 вот идем и пищем пока не нашли говорят если не раскупили если не раз уж их еще и раскупает кто-то вообще рынке то всегда красиво да да ну тем более этот такой вот действительно такой высокохудожественный рынок высокохудожественный красиво все очень красиво очень красиво просто знаешь так разложено там не валяется ничего все чистенько все такое их красивенько ну не но у нас рынке попроще на левом берегу нашли помидоры за 1200 но там есть обоснование почему такая цена там еще вон и они узбекские будешь пробовать просто что покупать их все равно не буду а если мы не будем покупать если мы не будем покупать вам не жалко что вы порежете проблемами просто вот карите нам просто интересно рассказать и показать хорошо мы себе позволить не можем попробовать и чем она отличается различном на два кусочка спасибо отличается отличается сильно отличается это запах это грядка это солнце это это класс причем оно такое ощущение что они даже немножко соленые чуть-чуть но не насыщенный солнцем очень вкусные они да они действительно очень вкусно ребята у кого есть возможность кто может себе позволить а я бы ябка не же сейчас бы силы мне не надо ни клубники ничего сел бакил давайте спасибо я не просто не куплю на добрый человек мы говорим мы не купят я знаю смотрите вот когда такой продавец серьезно спасибо вам большое спасибо потому что мы не попробовали это реально еще салфеточки дают понимаете это реально очень вкусно да давно у нас youtube канал мы мы просто расскажем что у кого есть такая возможность это владимирский рынок ребят и мирский рынок это реально очень вкусно и в принципе это стоит его это очень вкусные помидоры они на день рождения или на праздник до рестораны да короче если у вас какой-то праздник или какой-то застолье купите себе две два три помидора и попробуйте что это такое это очень круто потому что это очень действительно вкусно это это стоит своих денег ну кроме того вы же не забывайте что это расходы это их нужно везти из узбекистана самолеты у нас не летают это же такие вот себе или через европу на все прелести перемещения это все вы же понимаете стоимость таможни границы спасибо вам большое добрые люди это действительно вкусно действительно вкусно рекомендовать короче про сало черт нас так настороженно встретили очень за прилавком там где сало ночь мне разрешили не снимать сами не захотели сниматься и очень недовольны и уже прошел сушок по рынку что типа сало здесь якобы по 800 гривен ребята сало по 200 гривен если по 150 но в общем сало как сало салоне не очень-то и не подорожала она особо не так самое чтобы я больше всего шокировала что оказывается мы говорим вот мы увидели видео и в видео типа сало по 800 гривен что нам сказали ну пришли люди заплатил и грошей и сняли то что им требовал ну то есть пришли и заплатили вот сделали вот такую вот типа хайп новость и теперь они внули до эти продавцы вообще расстроенные стоят там снимать не хотят потому что ну как бы цена не соответствует действительности если помидоры по 1200 офигенные конечно они есть офигенно дорого но офигенно да вкусно а сало по 800 гривен мы не нашли даже самая самая дорогая нет ну самое дорогое 200 по моему 300 гривен одно дело когда вот такая вот цена помидоров и ты об этом говоришь вот и еще туда приплетаешь сало и просто оболгал заплатил денег и оболгал ну то что я говорила понимаешь а помидор они не показали не показали только сахал на в этом видео помидоров нет а есть только сало понимаете а помидоры не пожар пожалуйста они вы там снимаете пожалуйста да я не куплю они все равно да понимаете и вот вот такие вот люди которые нечистые на руку которые просто накручивают популярность на этих телеграм-каналах вот те же которые пишут когда тревога что летит 28 самолетов сейчас будет 350 ракет понимаете вот это вот поднимание паники раскручивание вот это все с корыстной целью чтобы подороже продать рекламу понимаете вот и все вот и все что порядочные да ну очень очень некрасиво но хочу сказать что вот очень располагает этот человек узбек у которого действительно обалденные помидоры и говорят они быстро расходятся и весь рынок знает про эти помидоры могла бы себе позволить я бы все купила да ну реально был прелесть реально вкусно очень вкусно да действительно а сам по себе владимирский рынок ну действительно подороже чем допустим там рынке там в каких-то там районах более отдаленных от центра но не не так чтобы сногсшибательно и действительно товар там очень качественно совершенно вменяемые цены клубнику нужно за 150 гривен купить ну за такую до 200 гривен да такую прямо отборную про помидоры там тоже воловье сердце там можно уже но не таки 300 гривен но не тоже очень классные такие розовые не такие как узбекские куча сала которая стоит она говорит что есть и по 10 гривен по 10 обрезки обрезки мы говорим типа подождите вы честно за 100 грамм называете цену когда он сказала я сало по 100 гривен и по 200 я думала за 100 грамм нет она говорит килограмм если кин есть обрезки по цена на сало на полной пару лет назад такая же 200 гривен средний это мы не к тому что знаете что цены будут расти конечно на рынке тоже будут цены расти но зачем вот действительно вот такой вот изначально разговаривать ну я хочу сказать вот по поводу курса валют ты знаешь уже кстати пешком пройтись ты знаешь по поводу курса валют вот я не могу сказать что в украине это кто-то обсуждает 1 доллар 40 с копейкой причем там что что покупка что продажа мало отличается я вчера кстати видела 42 даже вот если вот покупка а евро 44 44 хочу сказать что в отличие от помидоров и от сала которые все активно обсуждают в сети ну да шок такой курс валют у нас в принципе последнее время ну знаешь так уходя вот эти последние пару недель в доллар и доллары нет я имею ввиду что вот эти вот новости никто так пристально как раньше знаешь типа доллар упал доллар растет то ли из-за ситуации в стране туле из-за общей такой перспективы вот как мы рассказывали про вот эти вот помидоры которые перемещаются из узбекистана и какое-то действительно какие эти затраты и насколько это долго и как их нужно довести чтобы они в товарном виде доехали и ты если ты их зелеными сорвешь есть такой нюанс они еще могут погнить понимаешь вот точно так же вот и путешествие ну да и получается с путешествиями сейчас поэтому раньше нас тоже интересовать и по людям путешествие как что надо же покупать там евро там или доллары и курс валют и планирование вот по поводу лета опять-таки очень упорные слухи мы сейчас не хотим вас пугать вообще но дело в том что уже не раз я сталкиваюсь с тем что люди типа ну вот этим летом не советуют ехать в украину ну ну что же такое слышала слышала и не не один раз когда я пытаюсь как-то спросить спорте почему почему вот мне же интересно ну не надо ну вот это посмотрим поживем увидим вот да даже вот знакомые какие-то там вот военные или имеющие к этому отношению вот ну конкретно не говорю сейчас мы покажем мурал у нас в украине но уже кстати до полномасштабного вторжения был снят фильм круты это про украинскую республику в восемнадцатом году и вот у нас этому посвящен этот мурал по поводу летом это же мне к тому рассказываем что мы хотим кого-то напугать но я думаю честно говоря украинца уже напугать и тяжело чем-то просто к тому что а как планировать потому что если что-то такое происходит как показал как показала начала войны что иногда и въехать в страну обратно невозможно то есть да допустим ты вот мы мы что же мы очень бы конечно бы хотелось там скоро отпуск поехать там куда-то к морю очень хотя звучу куда-то понять какое-то путешествие ну вот ну страшно да и близких страшно оставлять и потом допустим ты можешь уехать а потом вдруг не приедешь да может же не быть возможности вернуться знаешь она может быть перекрыта но бог его знает что может быть как он начнут развиваться события ну по-разному что может быть вот поэтому ну вот честно как они еще будет финансово тоже тоже немаловажный вопрос вот то есть этим поднятиями цен не ну я думаю что все равно будут какие-то недорогие туры тут даже дело не в том что финансово а тут даже может быть такой же ты за любые деньги не вернешься потом в украину может полгода может год ну как ну такое что же может быть вспомни начало войны невозможно было вернуться в киев на этом и к чему нас часто спрашивают куда вы едете какое следующее путешествие должна все-таки изначально канал о путешествиях не знаем пока ребята очень даже хочется куда-то поехать но пока не зная хотим во первых у нас есть подписчица мы хотим во первых который нас приглашала мы хотим посмотреть каменец подольский вот это вот мы хотим посмотреть потому что в украине есть масса масса интересного и к своему стыду много чего не видеть подольский мне просто даже рекомендовали что вот это действительно это обязательно туда поехать обязательно посмотреть что мы очень красиво еще много всего интересно кроме того мышка своему стыду мало принципе путешествовали по украине а сейчас уже эти некоторые места и оккупированы уже понимаешь и сейчас уже там просто грубо говоря перепаха на земля снарядами и даже не осталось ни деревьев ничего просто столбики стоят когда посмотришь какие-то видео с дронов которые снимают над уничтоженными городами над уничтоженными там посадками лесами вот я не знаю что с тем розовым озером которая херсонской области было вот тоже непонятно значит написали нам написали под нашим одесским довоенным видео я не знаю насколько это правда но потому что мы в одессе были уже наверно год назад да ну кого ровно год назад на на гастролях кто-то написал что типа ну человек не понял когда мы опубликовали это видео типа что же вы публикуете видео трехгодичной давности пассаж уже разрушен в одессе утром назад мы возле пассажа не были но разрушен по мы тоже не было нам бы сказали ну вот и пиши да потому что за этот год потому что написали просто в комментариях написали честно говоря я поразилась так неприятно не знаешь и по одессе очень часто прилетает и по центру по желаем дома это я показывали дальше там три года назад когда мы были да так три года назад же человек написал что вы показываете видео трехгодичной давности смотри какое милое местечко и кустики постриженные это станция метро лобецкая да и тут вот среди такой транспортной развязки взяли такой вот парк симпатичный так он всегда был просто этот парк раньше назывался парк чекистов и здесь стоял совершенно конченная такой барельеф который был посвящен чекистам памятник чекистам у нас стоял вот на этом месте его убрали ясное дело слава богу а сейчас здесь должен быть памятник депортации крымских татар а на цьому месте зведут памятный знак жертвам геноциду крымского татарского народу здесь на ногу в крыму у травни 1944 року вот так будет выглядеть этот памятник а пришли мы сюда в этот парк мы кстати полу еще ни разу тут ничего не снимали вот нас посоветовал нам сюда прийти наш замечательный подписчик и генниту руку нам часто советуют вот посмотреть какие-то вот интересные места в киеве большое вам спасибо спасибо вам большое советуйте нам еще будем прислушиваться к вашим советам остальных просим пожалуйста ребята подписывайтесь ставьте лайки разные разоблачения кто что врет будь будем рассказывать да мы знаете мусор под ковер не заметаем если у нас в украине что-то не так мы тоже об этом говорим вот кстати про что-то не так в украине но я кстати уже не уверена украине относятся или нет вышел эфир у марка фигина такой батл в общем-то латынина и виталий портников разговаривали они об российской имперскости и об национальной украинской идентичности ну и конечно портников порвал как тузи грелку латынину вот потому что вот это вот все то что она читала в книжках он там был пережил знал знакомил был знаком с этими людьми имел какие-то конкретные жизненные примеры ну и в общем это было очевидно всем и это видео конечно надела очень много шума но вот меня поразило не это меня поразил еще один невидимый участник этого эфира раньше любимый всеми украинцами не всеми не всеми то-то не самого начала его терпеть не могла арестович арестович выкатал мне было интересно очень его реакция поскольку он у латынины можно сказать живет проводят свои эфиры просмотров гораздо меньше потому что очень многие украинцы отписались меня поразило его реакция бы для чья просто человек который идет собирается идет это громко сказано а декларирую то что он собирается президенты украины и при этом совершенно не двусмысленно называют украинский народ навозом от которого придется очищать туфлю то есть украинских патриотов вот он так высказывается фейгина он называет подстилка и при этом что фейгин его чести надо сказать ни одного слова плохого оскорбительного в адрес арестовича не сказал за все это время он просто перестал звать а когда вы спрашивали он говорил у него другое мнение на моем канале этого не будет я это не поддерживаю у меня другая позиция я не лезу во внутреннюю украинскую политику вот больше всего меня поразил этот бы для чьи тон на самом деле что и что очень обидно что в принципе ты ему доверяла ты его слушала в начале в начале войны когда как и многие украинцы и на самом деле я потом полезла в википедию я потом выяснилось что он и состоял в партии братства и что он ездил в москву на конференции с дугиным и что эта партия братства была финансирована медведчуком ну вот очень много чего я прочитала и честно говоря вы знаете даже даже не это меня поразило но поскольку уже сейчас стало понятно что не тоже беря буса музыки развернулся на 180 градусов а просто вот эти вот выражения когда публичный человек вот мы на своем канале не в адрес никакого народа да тоже латынина согласно я с ней не согласна поддерживаю я не поддерживаю портникова поддерживаю фиген это все равно но в таких выражениях будучи публичным человеком и имеючи столько подписчиков из российской федерации из украины я не про это говорю я говорю про тон просто друзья ну кажется нет смысла так долго говорить об этом человеке бог ему судья а мы всегда на нашем канале говорим и показываем то что думаем то что чувствуем то что есть так что подписывайтесь на наш канал еще раз ставьте лайки мира и света всем пока